поехали я готов нагнетать этот парень умеет вы хотите сказать что дверь сейчас сама почти но не сработало просто так сами по себе знаете ли падает туда-сюда ты вот это вот писк просто один сплошной позитив что иди сюда не зря ждали часто тебя там чем медведь живет заходим ребята заходим прекращать стул прекращать то о чем я говорил я весь такой сижу прям же ты ку господи хлоп хлоп и по помощь нужно я надеюсь морально вы готовы пацаны и пацаны совсем добро привет ночь в заброшенном замке с полдергейстом во франции гостбастер охотник за привидениями где масленников новый выпуск который ждали еще на самом деле на хэллоуин очень долго ждали смотрим без лишних слов тебя лайкосиком мальчиком спасибо большое подписчики организуйте с глубин сами ссылочка на оригинал внизу поехали я готов хотя в этом я не уверен честно я так ждал прям максимальным представляет а чувствуете наушники на мне на тебе на нас при нас в мире огромное количество заброшенных мест гигантские жуткие больницы сгнивающие изнутри дома отдыха пропитан запахом плесени заброшенные деревни там жутко но все-таки не хватает той самой ауры мистических легенд истории пронизывающих стены этих локаций а стрелки не хватает совершенно другое дело европейские за слушать а я не знаю было ли до этого когда-нибудь за границу видим что они были отправимся в действительно жуткое и страшное место спрятанное где-то во французских альпах и теперь у меня к вам только один вопрос верите ли вы идеальное место чтоб провести эксперимент эксперимент слишком у ребята заваривайте свои бутербродики как я люблю говорить потому что это будет большой выпуск но чертовски интересный и я надеюсь морально вы готовы потому что об асратушки не именуемо мне кажется добро пожаловать в заброшенный французский замок с привидениями а вот господи боже мой это отражение это чувство если человек стоит но гнетать этот парень умеет ничего не скажешь у меня просто по всему телу гос бастер за границей были же гос кинель но мы не смотрели я не видел поэтому ребята хотите знаете что делать истории раз завоевание сотни литров пролитой человеческой крови разбитые судьбы и пациенты утрающие в муках все это происходило где-то один сплошной позитив вместе удаленном от цивилизации ну что добро пожаловать заброшенный замок с привидениями ламот здрасте я зайду господи это было задумано а то мы знаем иногда любит вещи попадать просто так сами по себе знаете ли падают туда-сюда держась из самых блин его за день не пройдешь история этого каменного исполина начинается еще в одиннадцатом веке оборонительная крепость переходила из рук в руки путем хитрости и убийств представьте сколько боли и мучений повидали стены этого места самое лучшее место чтобы провести ночку незабываемо естественно по рассказам все наложило неизгладимую печать на пустые коридоры этого заброшенного замка я надеюсь у нас будет один гость который постоянно постоянный гость постоянных рубриках котик котик последнее время нас радует у димы во всех таких ролик котики это место по некоторым данным посещает сам ипполит ли он дизинар реваль кто известный как алан кардек основатель французского спиритизма серьезный опыт и поступлению в контакт с паранормально они может они очень серьезных написавший несколько фундаментальных работ по этому направлению он отличался тем что подходил к медиумам и их практикам с научной точки зрения пытаясь понять природу различных паранормальных явлений чтобы сделать вывод существует что дима попрошу без таких моментов ладно ты так нагнетаешься не нужно вставлять вот это мистическое или нет так что я буду не первым скептиком в этом месте ну так он был скептиком и все равно написал про духом получается в котором даже днем чувствуешься некомфортно именно так описывают ламот создатели канала for the ghost из видео которых я и узнал об этом за я не знаю кто это не видел ребят что это это что вы хотите конечно 2 час сама открылась течет не ну а дальше все по стандарту здесь организовали учебное заведение а после создали больницу для к зависимых людей где последние дни в муках доживали ее пациент почти но не сработало местная сталкерская байка гласит о печальной гибели ученицы в стенах этого замка люди услышали истошный вопль а вот это почти сработало буквально несколько секунд тишины девочка падает с четвертого этажа с винтовой лестницы и разбивается на что послужило причиной этого до сих пор неизвестно скользнул как интересно я не знаю ребята так ждал вы не представляете насколько я ждал этот выпуск охренеть как ждал я сначала на этот на хэллоуин ждал просто сидел и ждал реально до конца у дня уже в час ночи 2 часа ночи потом вчера или позавчера когда он должен был выйти тоже сижу только когда уже будет смотрю я даже в инсте уже начал чекать что там дим пишет смотрю прям вот только вышло прям кстати постараюсь чтобы и вместе с тобой мы посмотрели оперативно поэтому если если что как бы спасибо большое за поддержку за оперативность прохладненько блин ночь конечно добавляет к атмосфере просто плюс миллиард добро пожаловать в заброшенный французский замок с привидениями да здрасте заходим ребята заходим будет часто тебя эти звуки я уже вместо двери вижу блин два глаза и огромная а да вот именно его я имел ввиду когда сказал два глаза и а пусты нормальный здоровый хороший заходи уже такой вход конечно все сейчас каждый щорох каждый вот эти вот писк пусты ягольки а кого овы из франции ну прикольно что он на французском спрашивает логично да самая лестница да оставим самое сладкое наконец так внешне камеры стоит ему поворачиваться надо наверное так аккуратно чтобы не стукнуть эту камеру об стенку или еще куда-нибудь или что у него там сзади камеру по идее по спине мороза да это просто холодно мне кажется мне кажется там часто фильмы всякие снимают или что-нибудь такое иди сюда заходи тут интересно заходи и все это естественно в печи находится жутковато что не понял херня что ли свой задел ветер нормально все дует просто сильным что там чем медведь живет что это за звук что а дверь муж какая-нибудь реально дверь какая-нибудь не я подумал то медведь такой звук конечно похоже было на дверь скрипучую какой-нибудь не кажется я сейчас накручу жестко конечно главное чтобы не медведь медведи страшнее призраков я слышал что 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 на звуки что за звуки еще лесенка какая-то неизвестный шорох было что-то да хоть 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 ой коготком как бы такой демоненок приветствует так сказать да это начало какой-то права сжидужой за начал такой не зря ждали что-то это аппарат стоматолога к чему тут дело talking не ну если был медведь теперь если он спал теперь он точно не спит знаете я чувствую что-то необычное странное вроде бы это моя только пришел только вот при все уже сломал а если там и был призрак кстати который вы нормально к нему относился что теперь он точно злой почему она красная не зеленая я предлагаю прямо сейчас нам всем вместе убирать отовсюду красный цвет из этой студии чтоб она выглядела красиво и конечно же с кнопки подписки от это подводочка этот канал потому что серый цвет . на оригинал внизу если здесь подпишись буду благодарен смотришь о фоточки пошли тем более что я уже много раз говорил что дима я мало что смотрел так что ребята многое впереди камера пытается на чем-то сфокусироваться на призраках конечно что значит на чем-то перед и медведь эти то ли теперь в голове у меня заел эта версия с медведем походу кто смотрит эти ночью привет хочу не спишь а кто не ночью тебе привет мне кажется что вот это самый старый а ты чё не спишь это будет идеальное место чтобы провести эксперимент о котором вы сами меня попросили какой так я заметил в комментариях одно очень интересное сообщение подписчик написал следующее если в помещении например в квартире в доме люди начинают слышать какие-то голоса и звуки и стен ну например в заброшенном замке то необходимо использовать фонендоскоп то есть прибор который используют обычные врачи что я сделал это моя стандартная система к ней я подключил два передатчика они улавливают сигнал с этих передатчиков два микрофона подведены к двум трубкам которые в свою очередь подсоединены к одному фонендоскопу рядом находится еще один фонендоскоп который уже буду прослушивать я понятно то есть вы будете слышать ровно то что буду слышать я в правом или левом когда буду прослушивать эти вековые стены от которых по сообщениям очевидцев слышится что-то непонятно а кто эти очевидцы честно говоря я но мне кажется что столько всего слышит всяких просто звуков изначально думал что это туповая туповая представьте на секунду прислушивается к синяя там музыка играет фигонь шуткая такая посмотрим эту этих стен и ну что надеваем пандодоскоп держим проверка звука есть звук бит имеется мне кажется все прекрасно слышно так прикладываем какие-то постукивание в сердце бьется это замок дышит замок бьется сердечко замк он живой я глядя да он и фон образ не понимает чё а дон спик френч такой что это был что угодно наверное блин да что угодно может быть не знаю но это странный способ там же столько звуков может быть реально которые ну я не знаю что это сейчас был такой чушь что это стук идет оттуда давая фонендоскопом сейчас слушаю стенку я туда идет как он такой а я не верю вас это от звучит как отличное времяпрепровождение давайте поймем из-за чего это происходит дунеон и репонс дунеон и репонс стены не говорят сейчас наверняка многие думают что все выглядит так как будто это какая-то хоррор игра но нет это реальная локация и я по ней блин тяжелый у него все оборудование наверное олеся сари написан олеся справа было олесь ты что во франции съездила все-таки до это очень жутенько стоящий стул обычно стулья не так стоят до 4 ножка не вижу как он стоит стул прекращать стул прекращай что же ножка длил решил 5 вы что за прикол что он так стоит приклеенный что ли наверно почему он так стоит мне кажется он возможно может он приклеенный реально мне кажется он приклеенный или че 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 стул ты че в смысле че его кто-то может так специально поставил заранее как на хрена и кто стул вообще дурачок конечно я бы стульей в замке боятся до стул кого от кого как вы понимаете занять же этой поездки на собственной шкуре понять если в заброшенном замке ламот во франции что-то сверхъестественное как минимум странный стул этот вывод мы сделаем в конце данного ролика хорошо сейчас я хочу показать вам кое-что необычное что точно существует интеграция это паранормально крутой интеграция паранормальная интеграция интеграция идешь 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 среди мусора находишь вот это это что крыло что такое это что-то нога а я подумал крыло птеродактиля как он с одной стороны полностью обглобана с другой сохранилось плоть и копыта я просто боюсь что где-то там медведь все-таки находится все остальное все мы поднимаемся на 2 этаж ложьте на стул стул страны серьезно полойки сохранились элементы больницы эти звуки для нагнетания жутко температура упала до 12 с половиной градусов хотя очень странно в подвале должно быть холоднее чудом егенки а классное звуковое сопровождение мне прям нравится как sound track такой такое чувство что это это заброшенная больница ягенки а котик ты ли это откуда звук да мне кажется невозможно понять упал что-то упал то о чем я говорил то о чем я говорил штука за спиной ты что прекращай пойдем к стулу обратно пошли сядем на него будем сидеть и помрем на нем в этом замчу стремно ну ладно не помремся нормально просто посидим дух переведем на стуле дальше пойдем странно что это она тут есть нет эти снимки мне кажется кто-то что-то снимал здесь какой-то фильм или еще что-нибудь и все от этого осталось и в том числе и стул и в том числе и кукла и в том числе эти снимки наверное мое предположение фух че копыт нет будто капать что-то а тут еще нет откуда этот звук шушит да ну возможно оно живет абсолютно своей жизнью блин ну в таком месте еще бы я предполагаю что это это реальный звук да это выход во внутренний двор под реальным я подразумеваю что это не подставленная именно живой звук как это стремно выглядит это че камера не настраивается алло вот когда в такой таких строительствах знаете оборудование подводит это наверное такое прям так бесит что да не нормально нет там никого может бомжи а это я французский ой вот в каждом этом окошке как будто кто-то скрывается нет там никого в окнах все нормально давай возвращаться какая жесть что за постоянные звуки так у господи блин ну может ну может же быть что там кто-то живет такое же возможно огромный заброшенный замок он еще и зарисованный весь бомжи не исключаются к ковра на двор пишет я весь такой сижу прям сейчас обратил внимание что вот так сижу напряженный просто разбавляю атмосферочку а сквознячок что ли а ну-ка еще раз повтори-ка еще раз для меня лично ну задуло что эффект больше не повторился не ну это ладно это снова весь окна хлопают хлоп 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 странная кухня я не понимаю почему кухонная техника старинная так жестко выглядит вот это уже на столовую больше похоже какую-то такую ну не я ну не бег шаги что-то как-то я не услышал этого что-то было но бег шаг полное ощущение что как будто бегут люди где-то бегут прям ну слушайте я что-то не слышу такого все-таки то что мы слышим и он слышит наверное отличается в конце концов поэтому кто-то хуй это вот река может в этом шуме меня переключили теперь до шума что это за шум то может быть что это за шум то может быть вы это блин этот отель из сияния почему-то какие то такие ассоциации немножечко так камера на зеркало пишет в общем что сейчас будет происходить коль в этом замке предположительно был алан кардек один из главных представителей спиритизма я хотел бы проверить один из методов вступления в контакт с паранормальным который так или иначе упоминал своего работа общение через воду и зеркало зеркало а как через виду все вариант общения является одним из самых распространенных в мире и для него нам понадобится блюдца который мы наполняем водой каждый день ты общаюсь печи и непосредственно зеркало придумывает кто придумал этот способ общения откуда-то взялось честно говоря этот метод похож не на что-то научное а на какой-то вариант гадания вот калидуют люди и так далее надо надо попробовать человек в том числе этому жизнь посвятил объяснять что мне нужно сделать мне надо пристально смотреть через отражение зеркало в этом страшном заброшенном жанре воду и задавать вопрос что должно произойти я абсолютно не понимаю смотрим пристально типа что-то должно происходить я кирка надо Тенеон репонс? Oui? Non? Жестко создается ощущение, что за их кто-то стоит. Господи, я так... Особенно в отражении из-за света свечей. В звуке эти просто отработали. Садится ощущение, что... Сзади как будто кто-то стоит. Но... Это мы стоим, смотрим. Do not answer. You can come. Oui? Non. Oui. Как это работает? Я не понимаю, да. Не работает. Как калан это делал? Меня звать Алан. Алан такой, так, а вот сейчас было обидно. Спиридизм. Единственное, что я... Реально ощущаю такое чувство, что стало холоднее. Хотя я сижу рядом со свечкой. Ну что, от свечек там прям... Семенадцать и шесть. Семенадцать и шесть. Семенадцать и два. Семенадцать и два. Ну, температура активно падает. Ну вот мы их... Я убрал руку от свечи. Сейчас посмотрим, что будет. Я калан? Я калан? Я калан? Интересное наблюдение. Температура падает все больше и больше. Хм. Хотя буквально час... Да, она прям радует. Постепенно. Но стабильно. Буквально час назад... Температура воздуха была около... Двенадцать с половиной градусов. Ну он же ночью там, по идее... Чем дальше в ночь, тем холоднее. Температура опустилась. Ну, судя по... Устройству, сейчас начинается нагрев. То есть... Если бы это была игра в фазмофобию, значит здесь где-то призрак. Хе-хе-хе. Тонцведи... Чё с температурой бьет? Трианцвелось. 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 Забия, на плохой пример со стула берет. Якелька? Не, якель не к... Никого нет. Все тихо, спокойно. Чё, сейчас... Сейчас было бы жестко. Оборачиваются, а там опять этот стул. Хе-хе-хе. Пидурочный. Хе-хе. Очень странно. В общем, сейчас... Я с помощью своего устройства зафиксировал небольшие колебания температуры. Не знаю, что это было. Сейчас. Ммм... 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 И надежно. Внутренний мандраж идёт. Только не обвались. Только не обвались. Только не обвались. Ммм... Ммм... Заходите. Хуприх TI всё, стоите. Заходи, заходи. Заходи. Свободно. Якель, я... опять столкнулся, да? внутри ощущения просто ну что, еще один, да у срачки страшные длинные коридоры, я даже конца его не вижу я клюка я кельники, а? я такое чувствую, что там кто-то стоит да где стоит, ничего там никто не стоит что ты? где она респонс? вот тебе старый замок дверью задавила придавила дверью, что? спасибо, дверь плюс еще однофобия, как говорится может, поэтому на ней крест написал это, конечно, весело что? ну, зато теперь легче вперед идти я кельки, а? я кельки резкий поворот ты тоже падай стесняйся приму все двери все в гиперопроваримом состоянии реально опасно ходить же там какая стремная красная дверь ну не, ходить там не опасно я смотрю Джимсу Ван и заклятие астральчики всякие бля, очень странно очень странно ты заходишь в средневековый замок где каменные стены ходишь по катакомбам потом асовременели поднимаешься в больницу потом попадаешь в какую-то школу потом ты заходишь и тут вот это выглядит какой-то аварийный выход современном офисе просто полный сюр отвлекло из коридора один сградцев чертюныч пробежал просто из одной комнаты в другую так, как будто сзади кто-то идёт что там сцена без клейка обычно это двери падают на него опять что-ли что-то упадёт что? это вставлено было кто стоит в коридоре? я не вижу там кто-то стоит в коридоре что? кто там стоит в коридоре? нет, это не кто-то стоит в коридоре это просто какая-то статуя что тут просто завешено что-то нет? кто звук? ау звуки катеров вставил ты какая-то просто стоит в завешенном чем-то белом я не знаю сейчас она станет ближе я хренею но она не станет ближе просто стоит что-то может фонтан? я не знаю, что это? я хренею я хренею фестбастер вот мешочек маленьких камней берешь? самое главное и самое главное инструменты проверка способ проверки да ну не стоит там никто это же бред видно же, что это не человек вроде о, стул а, блин, мне показалось на колесиках можно было вот так вот стул по коридору покатить чтобы в него врезался я такой чуд, что она и двигается еще я кирка какой жуткий момент это реально жуткий момент охренеть какой жуткий но это точно какая-то срань просто завешенная сто процентов другом быть не может это что за сейчас это резко что-то просто звук вставлен будет или что-то такое да кинь ты у него чем-нибудь если будет такой глухой звук значит это не человек ну легко, конечно, говорить понятно опять кто-то что-то лицо снимали, видимо, все-таки здесь что-то, да? я с этого расстояния не понимаю просто вот посмотрите это же лицо да, похоже но пропорции не те но пропорции не те, поэтому это не точное живое существо это не человек сжибай ему голову нахрен манекенчик походу это жутко это было ну представьте, насколько это страховый какой-то чёрт какой-то чёрт стоит просто и не двигается ну то есть это понятно, что какой-то ненормальный если это живой человек первый секунд десять я на десять из детей я пострался это жёстко спонтриться уже сейчас ну это реально кто-то что-то снимал, походу я не знаю ну просто так оно же не будет там стоять это же бред как и стул как и всё остальное игрушка сейчас выходит, а оно уже ближе господи, это что такое? ну понятно, здесь явно что-то делал и снимал просто лорд волненый манкет, да в общем байка с девушкой связана она как раз здесь происходила ну отсюда прыгала что ли что вот здесь стоял ребёнок люди слышали сначала крик и через достаточно продолжительное время то есть десять секунд звук падения то есть создавалось полное ощущение, что девочка сначала чего-то испугалась и потом упала а не закричала когда падала то есть возможно кто-то убил то есть скинул вниз возможно она что-то увидела побежала от чего-то перевалилась и да не мне кажется самое жуткое уже мы видели всё более жуткое жутко не будет я предлагаю сетчика ой на чердак пойдём стой на месте надо было ему бошку сбить и всё и взять с собой прям было бы на самом деле менее страхово мне кажется ну так чисто чердак что-то вообще ничего не понимаю а что он ничего не понимает опять температура падает ну падает поднимается ничего страшного так и что ну она прям жестко падает смотри пошёл отсчёт обратный важный момент тут неисправности оборудования не может быть потому что этот термометр мы проверяли в студии 10 миллионов раз ну просто вот сейчас мы идём походу чердак весёлое место у чердака температура понижается прокладывать там в принципе оно логично там ну да самая продуваемая часть но не так 8 градусов то есть на улице рядом с ходом 12 здесь 8 да да нормально мне кажется 7 и 9 ну чё господи они и здесь умудрились разрисовать граффити на стене то есть с каждым на подъёме ну да температура помешается как здорово верзный верный знак что мы идём в правильном направлении 6 7 и 5 я килька она 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 всё падает причём стабильненько так нет нет респонд мы знаем ну блин не может так температура 3 градуса это прям очень многое смотрите какое жуткое место Прям Куча старой мебели Прагби-ше штульев Что здесь клуб эквилибристики Какой-то я не понимаю О, еще один Смотри, стул такой же Ну понятно, понятно Температура еще понятнее Штулья тут все такие Давайте так Я задаю вопрос, если понизится Знаешь, здесь кто-то есть Я колька Да, ну, респонс С**а Ты че Ну не может так отличаться Температура А почему не может? Я вот не понимаю, почему не может И третьим этажом Мне кажется, может Попытка еще раз Ну давайте просто для угара Угар Угар Ребята Ягелька Ты не можешь ответить? Ну для угара не падает Все, значит Значит, совпало так Ну ладно, упало Ну, не, ну Ты че, бесконечно так будешь делать, что ли? Ну, оно, походу, просто падает Я еще раз повторю Тут никакой неисправности оборудования не может быть Эта штука проверена Не Падить Покер Температуре по Покер Так Че, жуткое Не помешаю, пацаны Жуткое радио Будем включать? Это оно, не? Так, в общем Идея максимально простая Чтобы вызвать духа Вот как это работает? 7,8 А? 7,8 7,6 7,5 Почему Почему я, когда показываю в камеру Понижается температура? В чем прикол? Это просто призраки на камеру играют В общем, прочитал следующее Нас впечатлить хотят Для того, чтобы вступить в контакт с призраком Надо создать максимально приближенные условия К тому времени, когда этот человек жил То есть, если это призрак, якобы школьниц То с помощью звука Мы воссоздадим ситуацию Приближенную к той Это должно привлечь духа И он ступит со мной в контакт Я попросил Ну, не знаю Это мой менеджер Она знает французский Сделать вот такую запись То есть, там сейчас будут Судя по всему Звуки Играющих детей И она женским голосом Будет вот эту девочку Звать Поиграть Ой, какая не жутенькая жопись Ну, погнали Одно описание у нее, блин, такое уже Алина, никто не просил делать эту шутку У меня еще мурашки абсолютно везде Еще раз Стулья приколистовала Просто, братца Я напоминаю, что я сейчас в заброшенном замке Где якобы боятся привидения И я сейчас вот это слушаю Вот здесь Окей, мы создали все возможные ситуации Записываем Что, не работает? Не понял Опять сударь настраивал, да? У меня перестал работать диктофон Здесь должен загораться огонек Блин А есть второй Забасной Сколько там уже? Опять падает Ягелька? Ты мне диктофон сломал? Туварь Здесь кто-нибудь есть? О Было бы забавно, если по-русски ответили Стул Что-то не так, да? Тебе помощь нужна Я меня не трогал В этом видео Я меня не трогал Ну коснулся, может? Да и Они так стоят, блин Они в любой момент могут упасть 8,1 8 7,9 7,8 Рахладно 7,7 Ну сядь Я сейчас поверю во все паранормально Я кинкят Сейчас второй слусли упадет Будет прикольно Стул Опусти Слышь Давай Знаю, можешь же Кто, кого переиграет Стул или Дима Масленников Стул Надо заканчивать Ну что Это было страшно И очень эмоционально Все, уже, блин Так быстро время прилетело Мне удалось снять несколько необычных явлений Которые требуют разбора И уже завтра на канале Вы сможете посмотреть аналитику Госбастер Где я по полочкам разберу все то Что мне удалось снять Мы будем смотреть, ребята Мы будем смотреть И У меня к вам есть небольшая просьба Если вдруг В течение этого выпуска Вы увидели, заметили что-то необычное Что я упустил Обязательно прямо сейчас Пишите об этом в комментариях И Уже через несколько дней На канале появится выпуск За гранью Где мы разберем все то Что обнаружили уже Круто Класс И в самом конце я хочу попросить вас Подписаться на этот Я напомню, что ссылочка на оригинал внизу А здесь, если подпишетесь Буду очень благодарен Подписывайтесь Будем смотреть и разбор И аналитику И за гранью Все остальное тоже Если есть интерес Чтобы вы все-таки добрались Посмотрели и оперативно это сделали Вот завтра выходит Завтра и посмотрим Как выйдет сразу И вот это вышло Тоже оперативно выкладываю Все Для того, чтобы мы с тобой Вместе отлично провели время Спасибо большое всем Кто ставит пальчики ввысь Ребята Подписывайся Организуйте Подписывайтесь Спасибо большое С бубенцами Чтобы звенели Ссылочка еще раз повторяю На оригинал внизу Увидимся с тобой Где-нибудь И когда-нибудь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok